Любите ли вы книги в жанре научная фантастика? А читали книги этого писателя? По его произведениям снимают фильмы и сериалы. Говорят ли вам о чём-то такое название? Айзек Азимов – основатель академии. Итак, давайте разбираться. В 11 лет Айзек Азимов начал писать свою первую книгу. Это была книга о приключениях мальчиков из маленького города. После того, как он написал две главы, он пересказал их своему другу, который потребовал продолжения. В итоге Азимов написал всего 8 глав, забросил книгу, «Однако именно в этот момент он понял, что обладает писательским даром». В школе Айзек учился отлично, осваивал программу «Раньше сверстников». По воспоминаниям самого писателя, он не переносил вида крови, но по настоянию родителей попытался пойти учиться на медицинский факультет Колумбийского университета. После неудавшейся попытки он поступает в колледж в Бурюклине, но потом снова возвращается в Колумбийский университет, но уже на факультет биохимии. И после этого на долгие годы его жизнь была связана с преподавательской и научной деятельностью. Но он не переставал писать. И всемирную писательскую известность Айзек Азимов получил благодаря сборнику рассказов «Я робот». Впервые этот сборник был опубликован в 1950 году. В нём были впервые озвучены три закона робототехники, «Своеобразный кодекс поведения роботов», который оказал влияние на работы всех последующих фантастов и на развитие робототехники в целом. В 2004 году «Я робот» был экранизирован. Главную роль сыграл Уилл Смит. Некоторые термины из произведений Айзека Азимова, например, роботехника, роботика, позитронный, психоистория, прочно вошли в разные языки мира, в том числе и научные. В англо-американской литературной среде работы Айзека Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайлайтом относят к «Большой тройке» писателей-фантастов. Узнать, что включают в себя эти три основных закона робототехники, и есть ли еще законы, а они есть, можно, прочитав, к примеру, эти издания. Оригинальное название этого произведения – «Роботы Зари». Это роман, являющийся продолжением романа «Обнаженное солнце». Впервые «Роботы Зари» были опубликованы в 1983 году. Этот роман входит в цикл «Детектив Элайдж Бейли» и «Робот Дэниэл Олива». И этот роман «Роботы Зари» или «Роботы утренней Зари» является первой книгой, в которой Айзек Азимов начал соединять этот цикл с произведением «Асьюзен Кэлвин» и циклом «Основание» или «Академия». А вот роман «Небезида» является одним из самых поздних романов, и он был опубликован за три года до смерти писателя. Действие романа разворачивается в эпоху, когда межзвездные путешествия находятся в процессе открытия и совершенствования. В романе говорится, что 2220 год был 16 лет назад. Это означает, что основное действие романа происходит в 2236 году. Можете себе представить такое? В условии к этому роману Айзек Азимов пишет так. «Эта книга не входит в мои серии об Академии, роботах или глаотической империи. Она сама по себе. Наверное, об этом стоит предупредить, чтобы избежать недоразумения». И еще. Я давно уже руководствуюсь основным правилом. Все мои произведения должны быть ясными. Я научился писать просто и ясно, и это помогает мне установить теплые отношения с читателями и профессиональными критиками. «Космический рейнджер» – тоже весьма знаменитое произведение писателя. Рекомендуем его прочитать. Очень интересная детективная космическая история. Вспомним о том, что по специальности Айзек Азимов был биохимиком. В нашей библиотеке есть интереснейшая книга, и несведущий человек может просто пройти мимо нее, даже не взяв в руки. А между тем, это произведение заслуживает пристального внимания современных людей, в том числе и таких специалистов, как врачи, педагоги, клинические психологи. «Фантастическое путешествие 2. Мозг назначения» – это научно-фантастический роман, который был впервые опубликан в 1987 году. Речь идет о группе ученых, которые уменьшаются до микроскопических размеров, чтобы проникнуть в человеческий мозг и извлечь воспоминания из находящегося в коме коллеги. Посмотрите только содержание этой книги. И напомню вам о том, что это хоть и вторая часть «Фантастического путешествия», но эту книгу можно читать отдельно, не взаимосвязи с «Фантастическим путешествием 1». Азимов является истинным популяризатором науки. И в том числе он рассматривал библейскую версию, а именно момент сотворения мира, с научной точки зрения. Я зачитаю вам немного из его книги в начале. Библия – самая читаемая книга из всех существующих на Земле. Даже сегодня миллионы людей во всем мире считают само собой разумеющимся, что она является собой вдохновенное Слово Божье, что она истинна до последней запятой, и что в ней нет ошибок и противоречий, кроме тех, которые могли возникнуть при переписывании или переводе. Согласитесь, книгу этого ученого стоит прочесть. Несколько лет назад в России вышла серия «Научно-популярная библиотека Азика Азимова». Она насчитывает более сорока книг. В нашей библиотеке их всего четыре. А этот цикл книг – один из самых главных и самых читаемых во всем мире произведений этого писателя. Если вы вдруг когда-нибудь увидите книгу «Основатели», то знайте, что это первая часть «Академия» или «Основание». Просто так ее раньше перевели на русский язык советские переводчики. В нашей библиотеке, библиотеке Жернакова, есть это издание. Самые разные издательства выпускали и продолжают выпускать, переиздавать этот масштабный, грандиозный цикл. Есть несколько вариантов прочтения этого цикла. Предлагаем вам читать его в хронологическом порядке. Именно так эти семь книг. На момент записи этого книжного обзора в нашей библиотеке есть только такие издания. Они отмечены жирным курсивом. В лечении прочитаю вам слова самого Айзика Азимова о том, что для него значила его писательская деятельность. История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается рождавать. Люди на земле должны дружить. Я всегда старался это подчеркнуть в своих произведениях. Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. И я совершенно серьезно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами всего человечества. Писатель-фантаст, читатель фантастики, сама фантастика служат человечеству. В книге «Земля и космос» в части «Астрономия» есть и такие слова писателя. «Мы живем в сложное время. Если говорить на чистоту, все времена несли свои проблемы. Но и в наше время мы имеем дело с новыми угрозами. Было ли раньше такое, чтобы все боялись одного поспешного шага, который может взорвать весь мир, превратив его за полчаса ядерной войны в настоящий ад? Стояла ли раньше перед нами угроза всего через полстолетия оказаться в перенаселенном мире с необратимым загрязнением окружающей среды при отсутствии всякой приемлемой программы борьбы с этими бедствиями? Надеемся, что наш небольшой книжный обзор хоть немного, но заинтересовал вас, и вы прочтете или вновь перечитаете и по-новой осмыслите то, что нам все-таки хотел сказать Айзек Азимов. Полезного вам чтения! Фантастика бывает научной! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok